Прежде всего, я хотел бы сказать спасибо организаторам конференции, что пригласили меня для того, чтобы предоставить результаты, которые были получены немного... quite time already. И которые позволили по-новому взглянуть на некоторые вещи в моделировании человеческих заболеваний и, естественно, позволило развить новые технологии для решения и других проблем тоже. Хотя сейчас я уже не работаю с зеброфишей, я работаю на машинных моделях и человеческих опухолях, но, тем не менее, то, что нами были разработаны, они до сих пор продолжают развиваться. И сегодня я хочу вам рассказать о том, как, в принципе, мы развивали появление опухолев, в разных моделях моделей у рыб. Это было время, когда очень много было надежд и промиссинг таких направлений, которые говорили о том, что вот мы сейчас будем использовать разные модельные организмы, и тут мы все загадки природы решим. Но, как оказалось, это не так. И зеброфиша, она как бы являлась такой небольшой, самой маленькой вертебрейт-моделью, которая позволила моделировать определенные процессы, особенно это было очень успешно, получило развитие в developmental biology, как организм развивался. И, естественно, это было время, когда появилась новая химия, когда появились новые библиотеки новых компаундов, и думали, что сейчас мы сделаем модели разные и найдем в итоге лекарства. Поэтому мы как раз были в начале вот этих времен больших надежд на зеброфиш. И задачей нашей группы было создать модель, идеальную, желательно, модель для того, чтобы изначально было для поиска новых лекарств. И для этого... Извините. Для этого нужно было решить определенные проблемы. Какова модель должна быть? Ну, прежде всего, эта модель, она должна быть reliable, то есть она должна отражать определенные основные свойства опухоли, которые существуют у человека. Прежде всего, у нас интересует человек. Далее, эта модель должна была быть достаточно удобной, чтобы ее можно было быстро воспроизвести, чтобы она была достаточно недорогой моделью. И идеально, если бы она отвечала на многие вопросы, то есть она бы не отражала только одну, одного типа опухоли или один какой-то патологический процесс, но могла бы отражать несколько разные вещи. А для этого, для того, чтобы создать модель, нужно иметь определенные тулс для, как бы, кирпичики для создания этих моделей. Так как мы вызвать искусственную опухоли у рыб, это достаточно долговременный процесс и не предиктивал, поэтому мы решили подойти со стороны, как это разрабатывалось в мыши, это использование трансгенных технологий. На то время трансгенных технологий у ZebraFish как раз появилось несколько способов, и один из способов, тот, который был также разработан в нашей лаборатории, это использование транспозона для привнесения чужого генетического материала в организм ZebraFish. Причем транспозонная система, она отличалась от других систем тем, что, во-первых, она обладала, не требовала никаких факторов, специальных факторов для интеграции в геном, и не несла никаких внутри себя регуляторных элементов, которые могли бы повлиять на окружающее генетическое пространство, туда, куда интегрировался этот геном. И один из таких вот транспозонов, который мы использовали, это транспозон из растения, который Барбара Маклинтек, вот на этой картинке вы ее можете, она получила Нобелевскую премию за открытие транспозового элементов, и это самый давний и самый древний транспозонный элемент, который был описан для эукариотических клеток. Мы клонировали этот транспозон и сделали так, что в него, в принципе, можно вставить все, что нам угодно, можно вставить регуляторные элементы, как промоторы, а также кодирующие области. То есть у нас уже был механизм, с помощью которого мы могли бы доставить то, что необходимо нам в организм зеброфиш. И зеброфиш в этом смысле, она исключительно удобна. Тебе достаточно инъецировать в яйцо зеброфиш, то есть на стадии одной клетки ты инъецируешь РНК и ДНК, и процесс трансгенеза с помощью транспозона достигает практически 100% на данный момент времени уже. Затем нам нужно было использовать, что мы можем использовать, какой ген можно нам использовать для создания канцер-модели. И мы решили посмотреть, во-первых, какой онкоген наиболее часто встречается мутированным среди опухоли человека, а это оказалось расонкоген. И мы решили использовать этот расонкоген, но нам еще нужен был материал и место, где эта опухоль бы образовалась, для этого удобное для манипуляции, то есть удобное для наблюдения, удобное в смысле того, что можно было бы достаточно взять материала и для анализа последующего. Для этого мы решили использовать печень. И посмотрели, существуют ли мутации в опухолях печени оказалось, что существует. И в принципе это занимает второе место после активирующих мутаций, после мутирования бета-катанина. Но бета-катанин, он очень большой, и не во всех опухолях он мутирован. То есть мы решили все-таки склониться в область керосонкогена. И после этого мы клонировали этот керосонкоген из зеброфиша. И оказалось, что кроме того, что этот ген часто очень мутируем, он практически не отличается от человеческого онкогена. То есть это очень древний онкоген. И всего лишь всем аминокислот различий между человеческим и зеброфишем онкогеном. Поэтому мы решили, что использование зеброфишем онкогена в принципе может мимикрировать активность мутированного онкогена в человеческих опухолях. Второе свойство этого кероса – это то, что в принципе его можно сшить с флюоресцентным белком, и он будет функционально активным. Что мы и сделали. У нас была деливери-система транспозонная. Мы клонировали керос, сделали в нем активирующую мутацию, сшили его с флюоресцентным белком, чтобы наблюдать экспрессию этого онкогена. И использовали специфичный для гепатоцитов промотор зеброфиш. Это liver fatty acid binding protein promoter. Это очень сильный промотор, который в основном экспрессируется в дифференцированных гепатоцитах. И вставили этот конструкт в транспозон. Так. В транспозон под промотор. Инъецировали зеброфиш с надеждой получить простую систему опухолигенеза. Но оказалось, что ранняя экспрессия онкогена, она достаточно летальна для эмбрионального развития. И среди инъецированных нами рыб всего лишь 50% нам удалось получить так, чтобы эти рыбы дожили до стадии репродукции. И после этого мы решили, можно ли, будут ли они давать следующему поколению. И оказалось, что только два фаундера нам стали давать прожить в следующем поколении. И что же происходит в следующем поколении у нас? И в следующем поколении у нас происходит, что в основном мы видим увеличение печени. Вы можете наблюдать это по свечению GFP. Но при этом эти рыбы практически не достигали до половозрелости. Либо они не продуцировали следующего потомства. Либо эта ранняя экспрессия вызывала нарушение развития печени, и рыбы погибали достаточно быстро. Но, тем не менее, это все равно можно было сделать. И если вы посмотрите на survival curve, то если первое поколение нам давало... Если в первом поколении у нас количество возникающих опухолей и смертность от опухолей наступала достаточно быстро, то в следующем поколении инцидент опухоли происходило очень-очень-очень редко. И если мы продолжали пропагировать на следующее поколение, мы с каждым поколением у нас получалось все меньше и меньше частота возникновения опухолей. То есть, когда мы стали сравнивать, почему же это происходит, почему в одних случаях мы видим большую частоту опухоли, в других случаях меньшую частоту опухоли, то оказалось, что частота возникновения опухоли очень зависела от уровня экспрессии этого онкогена. При этом, когда мы наблюдали высокий уровень экспрессии онкогена, мы наблюдали высшую частоту возникновения опухолей, но при этом у нас выживаемость и передача этого признака в следующее поколение практически не происходило. В другой линии было уровень экспрессии намного меньше, но в то же время частота сохранялась та же самая, но опухоли появлялись намного-намного позже. В итоге, как вы видите, подобный подход позволяет модулировать опухоли, но поддерживать эти линии невозможно. Тем не менее, мы проанализировали, будут ли эти опухоли соответствовать характеристикам человеческих опухолей, и будут ли они показывать то же самое развитие, как и человеческие опухоли, оказалось, что они повторяют, в принципе, свойства человеческих опухолей, что на ранних стадиях после индукции онкогена происходит гиперплазия, затем возникает гипотоклиточная аденома, и, в конце концов, возникает гипотоклиточная карцинома, в принципе, что это терминальная стадия развития ливеркэнса. Но, к сожалению, всего лишь 26% от рыб, которые экспрессировали этот антоген, у них возникало полное развитие опухоли. Все остальные проценты, они показывали лишь изменения в гиперплазии. Окей. И анализ этих опухолей показал также, что то, что мы наблюдаем, это результат активации основных сигналинг-паслой, которые связаны с активацией кираз. И эта активация, она также отражает развитие этих опухолей. Несмотря на то, что эта модель не удовлетворяла нашему условию, она все-таки показала, что в принципе использования этого онкогена, в принципе использования этого подхода, позволяет моделировать опухоли у рыб, которые будут по своим характеристикам сходны с опухолем человека. Кроме того, мы сделали молекулярный анализ на уровне РНК и транскриптомов, и обнаружили, что две стадии, которые мы наблюдали, это гиперплазия и карциному, они значительно друг от друга отличаются, радикально отличаются друг от друга, но в то же время все эти стадии соответствуют, стадия были описаны для человеческих опухолей. И кроме того, что мы нашли общие характеристики опухолей печени, оказалось, что использование активации рас онкогена, оно также отражает и другие человеческие опухоли, и нашли очень большое перекрывание и корреляцию основных коровых генов, которые были активированы, не только в опухолях печени, но также и в опухолях, в которых в основном присутствует мутация активированного керосонкогена. То есть эта модель, в принципе, она не только модель оказалась опухоли печени, но и может быть применима для других моделей. В итоге нами были сделаны следующие выводы, что мы не можем использовать эту модель, например, для поиска лекарств, либо нахождения новых таргетов. Поэтому для этого нам нужно было решить другую проблему. Во-первых, нам нужно использовать только индуцибильную систему, которая бы не позволяла экспрессии онкогенов экспрессироваться в эмбриональном развитии, экспрессия которого была бы летальна для рыб. Затем нам бы хотелось, чтобы мы могли бы активировать тогда, когда мы хотели. В принципе, нам нужна была система контроля, которая создавала спешивотемпровый контрол для экспрессии онкогена и для индукции опухолей. К тому же эта система должна быть основанная на простой достаточно активации. И простая активация может быть каким-нибудь химическим веществом, которое не носило бы никакого сайд-эффекта для развития, для экспрессии или еще чего-нибудь. Не имело бы никакого бэкграундной экспрессии. И желательно она была бы метарной, чтобы мы могли бы манипулировать не только онкогенами, но и онкогенами, но мы могли бы оперировать местами экспрессии, изменениями опухолей в разных органах. И для этого мы выбрали, вернее, не выбрали, мы модифицировали систему, которая позволила создать подобные регуляторные механизмы. Мы использовали так называемую прогестеронно-индуцибильную систему. Но в нашем случае это будет не прогестерон, а это будет не фипристон, это химическое вещество, аналог прогестерона. Как активатор мы создали новый синтетический транскрипционный фактор, который содержал несколько элементов. И один из элементов этого – это прогестеронно-рецептор, прогестеронно-рецептор леганбайдинг-белок, который имеет мутацию, который не может связывать нормальный перегестерон, он может связывать только его синтетический агонист. К этому леганбайдинг-домену, когда синтезируется, он находится в цитоплазме, потому что он связан с шопероновым комплексом из SHSP-90. И после того, как он связывается с прогестероном, его конформационные изменения, происходит конформационное изменение, он демеризуется, и затем он может транспортируется в ядро, где он связывается со своими респонсовыми элементами, и таким образом он активирует экспрессию таргетных генов. В данном случае мы использовали ДНК, связывающий белок из бактерий. Это ДНК, связывающий белок от лексооператора. Почему мы это стали использовать? Потому что до этого были созданы индуцибельные системы, дрозофили, которые были основаны на эукариотической системе, US-X-GALF-системе, но в человеческих и эукариотических клетках очень тяжело ее использовать, потому что ГАЛФО находит очень много связывающих последовательностей в эукариотическом геноме, и таким образом у него очень сильная бэкграундная ДНК, связывающая активность. Поэтому мы решили использовать бактериальную. Затем к этому домену ДНК, связывающему с доменом, мы пришли синтетически мутированный прогестеронбайндомен и к прогестеронбайндомену мы пришли активирующий домен из человеческого гена КПБ эффектора. И затем мы все это в транспознанную систему и в итоге у нас как я уже говорил, что система, индуцибельная система, она должна быть достаточно дешевая и она должна быть без какого-либо бэкграунда. И вот этот мифиперстон, который мы использовали, почему мы его использовали, потому что он реально самый дешевый возможно из всех существующих в настоящее время химических активаторов разных систем, таких как тамоксифен или доксициклин. Это самый дешевый. его концентрации, которые мы использовали, они исключительно низкие и практически эти концентрации не дают никакого эффекта на экспрессию генов, которые экспрессировали в Zebrafish. То есть это система без бэкграунда. И таким образом мы создали бинарную систему для активации, то есть мы имели ливерспецифик промоутер, который драйвил эффектор. Эффектор был связан с ДНК, содержащий трансактивационный домен, последовательность лекс-оператора, которая связывалась с лексой байдинг-доменом и была пришита к минимальному промоутеру, чтобы драйвить экспрессию. Таким образом у нас при добавлении мифопрессона этот активатор связывался с доменом и драйвил экспрессию репортерного гена в печени. Для того, чтобы в отсутствии мифопрессона мы никогда не наблюдали никакой экспрессии, ликвид экспрессии наших репортерных генов. И первой модель, в которой мы пытались использовать модель, которая была уже разработана и показана, что эта модель работает в мышиных моделях. В мышиных моделях использовалась система так называемой креоактивируемой рекомбинации, когда у тебя перед геном, который нужно активировать, стояла стоп-кассета. В данном случае у нас стояла стоп-кассета черри, которая, вы видите, она светится в печени под специфическим промотором. И когда мы скрещивали двух рыб, которые содержали крере-комбиназу, которая индуцировалась при добавлении тамоксифена, и рыба, которая содержала стоп-кассету и после которой стоял онкоген, мы скрещиваем этих двух рыб, добавляем мифепристон, креоактивируется, вырезает стоп-кассету, и у вас начинает экспрессироваться онкоген и вызывает опухоль. При этом мы могли добавлять этот мифепристон и активировать работу этой системы. в принципе в любое время тогда, когда нам было удобно. И как оказалось, что в отличие от конститутивной модели, которая была до этого, индуцируемая модель, во-первых, опухоль развивалась намного быстрее. Ее было немного делая, если мы добавляли мифепристон позже, индуститут оказалось, что эта модель тоже обладает своими недостатками. Когда мы пытались создать модели уже у взрослых рыб, 4-5 месяцев после оплодотворения, то оказалось, что мы вызывали мозаичную экспрессию при кратковременном обработке мифепристона и после развития опухолей характеристика этих опухолей была недомогенная. То есть мы получали разного типа опухолей. Мы не могли получить одного и того же типа опухоль, например, гепатопластом и гепатоклеточным карцином. Мы всегда получали микс типы опухолей. Поэтому мы решили пойти третьим путем. И третий путь оказался наиболее удачным и наиболее прогрессивным. Когда мы поставили под лекс-оператор сам онкоген. И в данном случае это было уже намного проще. Если для рекомбинации нужно было создавать два поколения рыб, которые мы могли бы скрещивать, в данном случае мы скрещивали после первого уже поколения. Например, вот у нас это драйвер, который в данном случае у нас стоял дополнительный GFP-ген, который позволил нам делать отбор на эмбриональной стадии необходимых для последующего скрещивания. И вторая рыба это был расэффектор. как вы видите здесь никакой несмотря на то, что раса с GFP никакой вы не видите бэкграундной экспрессии. И у обоих рыб нормально развивается печень, никаких обнормальностей нет. После скрещивания если мы рано добавляем мифепристон, вы видите, что опухоль начинает развиваться очень-очень-очень быстро. и развитие опухолей зависело от концентрации добавляемой мифепристона. То есть мы могли регулировать время появления и скорость развития опухолей. Если мы убирали мифепристон из системы, то в зависимости от времени сколько мы инкубировали в присутствии мифепристона, мы могли выключить экспрессию онкогена. И в каких-то случаях, если мы не обрабатывали не очень долго и при маленьких концентрациях выключение происходило быстро, если концентрация были больше или обрабатывалась дольше, выключение происходило медленнее, но тем не менее оно происходило. Следующее, мы обнаружили, что появляя инцидент опухолей и время их развития также зависели от концентрации, то есть мы могли выбрать концентрацию мифепристона, которые бы позволили нам дать 100% выход опухолей в определенное время. Как вы можете вот здесь видеть, что разные концентрации мифепристона вызывали разные типы опухолей, и эти типы опухолей, они соответствовали развитию опухоли, гипотоклеточных карцином у человека. В данном случае можно сказать, что мы создали идеальную для наших целей систему. В итоге мы выбрали определенную концентрацию и стали смотреть, когда и какие опухоли, как будет развиваться опухоль, и что нам делать, на какой стадии анализировать опухоли. Все остальные опыты, результаты будут показаны, это все делалось на одних концентрациях, и мы выбрали определенные дозы и определенное время для характеристики тех или иных опухолей. На этой картинке мы видим нормальное развитие печени, затем через один месяц у нас наступала гиперплазия и увеличился ангиогенез. Через три месяца у нас возникало low-grade HCC and high-grade HCC 6 months. После 6 месяцев обработки мифипристоном уже было тяжелее анализировать какие-либо результаты, потому что появлялась смешанная карцинома или гепатобластома. Причем они возникали достаточно спорадически и локально модулярно гепатобластомы. То есть мы решили остановиться на 6 месяцах анализа этих опухолей. если мы брали клетки этих 6-месячных опухолей и извините я перейду как следующий и пересаживали рыбам эти опухоли обладали всеми свойствами опухолев роста. То есть эти опухоли могли быть трансплантированы и плюс ко всему эти опухоли могли метастазировать. Метастазы появлялись после 6-ми обработки мифитристоном. Ранее мы не наблюдали никаких метастаз. Метастазы вы можете наблюдать вот здесь. Это клетки гепатоклеточных карциномы, которые инвазировали в панкрес. Здесь на более увеличение. Также вы видите так как клетки были мечены GFP то вы можете видеть метастазы в брейн, алфакторе в пиц или в тейл. То есть клетки могли метастазировать в разные абсолютные места. Кроме этого мы взяли опухоли на разных стадиях развития. Последнее это гепатобластомы, это самая последняя стадия развития, когда рыба помирает, это где-то на 8 месяцев. Все остальные взяты с разницы в 1 месяц, начиная с 4 месяцев. И если вы посмотрите, что основные изменения, которые произошли в этих опухолях, то первые 3 стадии очень гомогенные. И только поздняя стадия радикально отличается от других стадий. То есть мы говорим о том, что кроме того, что гистологические эти опухоли были достаточно сходны, они были сходны и на молекулярном уровне. Таким образом можно было сделать вот, что в данном случае индуцибельная модель, она отражала всем нашим требованиям, которые нам необходимы. Она была достаточно дешевая, ее легко можно воспроизвести, опухоль развивается в течение одного месяца, что инцидент достаточно большой, тебе не надо манипулировать какими-то процентами, и она предиктов и гамма-джиниз. То есть в принципе система была готова для последующих анализов. мы использовали эту модель для драг-скринга, но не это было нам интересно. Нам было интересно немного другие моменты этой опухоли. Когда мы индуцируем опухоль, что происходит? почему-то после того, как мы индуцировали опухоль и потом убирали, пытались растить, подращивать рыбу, убирали, мы стали наблюдать, что какие-то рыбы возвращались в нормальное состояние, а какие-то рыбы, у них возникала опухоль и больше никогда не исчезала, и эти опухоли погибали. И подобные эксперименты по активации онкогена и его деактивации после были сделаны ранее на мышах и вызвали такое направление, что опухоли зависят от экспрессии онкогена, так называемой онкоген addiction. И на мышах были сделаны опыты, тоже с индуцированными моделями, где они, например, в лимфоме вызывали МИК, онкоген активацию, вызывали возникновение лимфомы, затем они выключали МИК-онкоген и клетки уходили в апоптос. Но интересно, что эти клетки, в которых был включен когда-то МИК-онкоген, больше не отвечали на включение онкогена. То есть в этих клетках почему-то нельзя, невозможно было вызвать снова активацию опухоли генеза. В другой системе было немного по-другому. В остеосаркоме тоже мышление остеосаркома. МИК-актива... Когда выключали МИК-онкоген после остеосаркома формыжен, клетки уходили в другое состояние, в состояние сеносенс. И из которого... Хотя это не совсем правильно, они скорее уходили в состояние квайсенс и редеференшировались в клетке костей. При этом, если включить опять в них онкоген, у них активировалась совсем другая программа. Эти клетки уходили в аквальтуз и погибали. Гипотоклеточная картинома оказалась немножко более смешанной моделью. То есть какие-то клетки уходили после выключения онкогена. Это все было сделано с одним этими онкогеном. Какие-то клетки уходили в апотос, какие-то клетки уходили в сеносенс, а какие-то клетки уходили в состояние покоя и чего-то ждали. Затем если включать онкоген снова, какие-то клетки уходили в дифференцировку, а какие-то клетки возникали в обоих. Мы посмотрели, что же будет происходить в нашей системе и вот что у нас стало происходить. То есть мы знаем, что на 6 месяцев обработки мифопристоном у нас 100% практически возникало гепатоклеточный карцином. То есть мы в течение этих 4 месяцев обрабатывали рыб до того, как у них возникнет гепатоклеточный карцином, а затем мы убирали мифопристон и смотрели, как будет опухоль регрессировать. И оказалось, что если мы обрабатываем до этой стадии и убираем, то у нас 95% рыб возвращаются в нормальное состояние, у них исчезает опухоль, а они продолжают жить нормально. Если мы продолжали обрабатывать мифопристон, убирали его позже, то у нас все меньше и меньше. Меньше и меньше процент выживаемых рыб реверс опухолей. Все меньше и меньше этих рыб становилось среди реверс опухолей. Поэтому мы решили остановиться на модели, где мы можем ревертировать эти опухоли и посмотреть, что же там происходило. Оказалось, что во всех опухолях, которые могли ревертировать, эти опухоли, они все были до стадии изменения до стадии, когда чтобы клетно-дифференцировочные факторы были выключены. То есть если вот эта последняя колонка, это гипотоблосон, где не происходит ревершин, если вы посмотрите, что все факторы дифференциации, они всегда регулированы. А все факторы, вызывающие рост неограничений, они все активированы. Я забыл сюда в сайт, вам придется поверить, но это слабо до этого, что все опухоли, которые могли быть ревертированы, то есть вот эти стадии, эти все опухоли были сактивированы каскадом DNA damage, в то время как в опухоли, которые не могли уже ревертировать, этот каскад был полностью деактивирован. Что же происходит с печенью, когда мы убираем мифепрестон? Оказалось, что если вы здесь посмотрите, эта рыба обрабатывалась 4 недели, она обрабатывалась мифепрестоном, для развития гипотоклеточной карциномы, а затем мы убрали и проверили эту печень через 2 недели после того, как убрали мифепрестон. Оказалось, что если здесь все опухоли, все клетки, они все еще опухолевые, то некоторые клетки начинают возвращаться в нормальное состояние и начинают реформировать структуру печени, которая была полностью нарушена при сути активированного инкогена. И чем дальше мы уходим от времени от времени от времени от чем дальше мы по времени мы убираем мифепрестон, тем больше и больше клеток, которые ревертируют к нормальному состоянию, появляется их все больше и больше. В итоге на большем увеличении вы можете увидеть это намного лучше, здесь еще сохраняются опухолевые клетки и в итоге от них остается всего лишь мы называли это тюмер скар, то есть это ткань печени, но с немного измененной структурой за счет фибринизации, неовоскалоризации, которая произошла на месте образования опухоли. И как контроль вы можете видеть, что те рыбы, которых продолжали обрабатывать эфиристомы, у которых продолжала развиваться гепатоклещная карцинома, в итоге они уже клетки полностью изменены, это уже стадия гепатобластомы, то есть мы в данном случае получили полностью как бы ревертирование опухоли, что да, можно выключить анкоген и опухоль исчезнет, да, придется нормальное состояние. Но тем не менее, когда мы стали проверять на уровне, а что же произошло с этими клетками, у них были активированы разные онкогенные паслы, что же с ними происходит на данный момент, оказалось, что что происходит, задержка, да, паслы были активированы, но диактивация этих паслы происходит намного медленнее, медленнее и даже чем морфологические изменения печени. Как вы видите, все еще достаточно много активации актерика, киназы, и все еще продолжают клетки идти в апоптос, может быть это связано с морфологическими изменениями формирования новых структур, но тем не менее запаздывание происходит. Тогда мы решили посмотреть, если запаздывание происходит, а что происходит на трескепционном уровне. И это как мы анализировали, то есть мы обрабатывали в данном случае только до одной стадии, до гипотоклетичной карциномы, затем мы делали partial regression и выделяли РНК после двух месяцев бездровок. Как вы видите, даже после двух месяцев бездровок, вы все еще можете видеть GFP, то есть это достаточно занимает длительный процесс для регрессии, но после шести месяцев удаления мифепрестона практически печень возвращается в нормальное состояние. И на этих стадиях мы выделили РНК и потом мы сравнили что же произошло на уровне транскриптома. оказалось, что в partial regression мы обнаружили огромное количество активации, регуляции, многие гены не изменились, но из тех генов, которые изменились, оказалось, что когда полностью регрессировали опухоли, какие-то гены вернулись в нормальное состояние, то есть они стали отвечать функциям печени, а какие-то гены, будучи активированы, они остались в активном состоянии. И таких генов оказалось огромное количество. Меньше генов, которые претерпели обратные изменения. В основном это были гены, у нас как раз более структурные гены, формирование экстраклеточного матрикса. То есть эти гены были в принципе не необходимы для восстановления функции печени, их оказалось намного меньше. И когда мы здесь делали доклады, у меня возник не идея, меня вдруг прояснение нашло на меня. Потому что в принципе мы эти результаты получили очень давно и как-то не обращало внимания. А недавно мы опубликовали две статьи, которые показывали, что изменение активации определенных пути, она приводит к изменению состояния хроматина в клетках. И вот это состояние, почему эти 1500 днев остались, видимо, потому, что произошли изменения гетерохроматина, и гетерохроматин был полностью изменен. То есть клетки, несмотря на то, что они продолжают выполнять функции клетки печени, но они не совсем уже клетки печени. Это уже не клетки печени, это клетки, с какими-то возможными функциями. И вот один из слайдов, который я забыл переставить, он как раз показывал о том, что, оказывается, произошло у нас на опухоли, которые мы использовали для регрессии. Это были опухоли с активированным VDR-пассуэм, то есть с активированными путями, которые отвечали на DNA Damage Response и Stress Response. То есть это клетки, те клетки, которые претерпевают стрессовые изменения, скорее всего, они становятся более лобильными к изменениям хроматина и не могут вернуть ту самую память, свою эпигенетическую память, чтобы восстановить транскрипционный ландскейп клетки, которая была до этого. Профессор Емельянов, вы собираетесь завершать? Опубликовано уже в нескольких журналах, в том числе нашими коллабораторами. Работа была в основном сделана двумя студентами из Сингапурского университета. Это Антуан и Вивьен, которые были в лаборатории в Жуангон, которые продолжают работать с моделями, которые были нами разработаны. И еще раз большое спасибо и, пожалуйста, вопросы. У нас время только для одного вопроса. Доктор Козлов. Район шрама опухолевого, он чем отличается? Там клетки и большее соединительной ткани или что там? Там большее количество соединительной ткани, они менее структурированы, то есть они не формируют так называемые хипотекайландс, но тем не менее там гепатоциты. Ну вот если, допустим, сделать клеточный транскриптом, там можно что-нибудь, наверное, поискать. Я думаю, в основном то, что мы наблюдаем, различия, и я думаю, что вот те гены, которые остались в экспрессии, это те гены, которые вот в этих клетках, они не в тех, что стали нормальными, скорее всего. окей, thank you very much. Большое спасибо, профессор Емельянов.